Доброе утро! Или любое другое время суток по вашему выбору. Мы продолжаем читать фундаментальный труд Исаевича Солженицына. Как нам обустроить Россию? Сегодня еще парочку глав зачитаем. И первая из них будет глава «Все ли дело в государственном строе?». Очень любит Исаевич вот этот вот момент, да, он постоянно на государственную строе ссылается. Вот мы сейчас почитаем, что он нам тут про него напишет. «Приходится признать, весь 20-й век жестоко проигран нашей страной, достижения, о которых трубили все мнимые». Ну да, мы понарошку победили Гитлера, понарошку подняли промышленность. То есть, вот это вот все. Понарошку стали, как минимум, второй супердержавой в мире. «Из цветущего состояния мы отброшены в полудегарство. Мы сидим на разорище. Или на разорище. Не знаю». Ну, это вот гражданин Солженицын из Вермонта взирает на поздний СССР 90-го года. «Сегодня у нас горячо обсуждается, какое государственное устройство нам отныне подходит, а какое нет. А этим, мол, все и решится. И еще какая бы новая хлесткая партия или фронт, нас бы теперь повели к успехам». Ну, надо помнить вот эти вот 90-е годы, на самом деле. Там действительно очень много было всяких обсуждений, дискуссий. Ну, я просто скажу, что заседание Верховного Совета показывали по телевизору. Это был хит. Реально. Все смотрели. Было очень интересно. Ну, и плюс еще Михаил Сергеевич Горбачев умел говорить речи очень своеобразно, но его все слушали прямо вот с большим вниманием. Я просто помню, у меня в семье все смотрели телевизор. Но сегодня воспрять – это не просто найти удобнейшую форму государственного строя и скороспешно сочинить к нему замечательную конституцию, параграф 1 и параграф 45. Надо оказаться предусмотрителем наших незадачливых дедов-отцов 17-го года, не повторить хаос исторического февраля, не оказаться снова игрушкой заманных лозунгов и захлебчивых ораторов, не отдаться еще раз добровольно на посрамление. Вот тут вот сразу отмечаем момент, да, что Солженицын считает, что мы должны перейти от коммунизма именно к форме исторического февраля, но не повторить ошибок. То есть вот это то, что его устраивает. Решительная смена власти требует ответственности и обдумания. Не всякая новозатейщина обязательно ведет прямо к добру. Наши несравненные в 1916 году критики государственной системы, через несколько месяцев в 17-м, получив власть, оказались совсем не готовы к ней и все загубили. Ни из чего не следует, что новоприходящие теперь руководители окажутся сразу трезвы и прозорливы. Ну, вот тут прав Исаевич абсолютно. То есть все эти болтуны Милюковы, Гучковы, Керенские, князья Львовы. И же с ними, вот как в феврале пришли, так только хуже и сделали. Хуже, хуже, хуже и хуже. А потом пришел проклятый Ленин и просто сказал, вот есть такая партия. Вот, и все. Вот, в кипении митингов и нарождающихся партиек мы не замечаем, как натянули на себя балаганные одежды февраля, тех злоключных восьми месяцев 17-го года. А иные как раз заметили и с незрячим упоением восклицают «Новая февральская революция!» Для точности совпадения высунулись уже и черные знамена анархистов. Ну, кстати, да, вот эти вот конец 80-х, 90-й год, там уже движуха шла по полной программе. После Людожорской полосы в три четверти века, если мы уже так дорого заплатили, если уж так сложилось, что мы оказались на том краю государственного спектра, где столь сильна центральная власть, не следует нам спешить отпрометчиво сдвигаться в хаос. Анархия – это первая гибель, как нас научил 1917-й год. Ну, Людожорская полоса – это, естественно, коммуняки. И вот тут Исаевич нам говорит, что нужна сильная центральная власть, вертикаль власти, я бы даже сказал. А вот, государству, если мы не жаждем революции, неизбежно быть плавно-преемственным и устойчивым. И вот уже созданный статут потенциально сильной президентской власти нам еще на немалые годы окажется полезным. Сильная президентская власть. При нынешнем скоплении наших бед, еще так осложненным и неизбежным разделением с окраинными республиками, невозможно нам сразу браться и решать вместе с землей, питанием, жильем, собственно, с финансовыми армией, и еще и государственное устройство тут же. Что-то в нынешнем государственном строе приходится пока принять, просто потому что оно уже существует. Но опять же, нам пока нужна сильная президентская власть, чтобы вот решать проблемы. Конечно, постепенно мы будем пересоставлять государственный организм. Это надо начинать не все сразу, а с какого-то краю. И ясно, что снизу, с мест, при сильной центральной власти терпеливо и настойчиво расширять права местной жизни. Ну вот, тут начинается конкретная шизофрения, да? Сначала у нас сильная государственная власть, а потом местная расширяет права местной жизни. А вот интересно, а с какого бодуна сильная государственная власть будет расширять права местной жизни. Ей-то сильной государственной власти это зачем? Я, кстати, хочу отметить, что Солженицын по своей замечательной совершенно привычке абсолютно упускает базис, да? Точнее, не упускает, а опускает базис, да? То есть вот в какой, опять же, экономической форме, да, все это происходит, мы не знаем. Поэтому мы не можем понять, кто тут рулит, да? По мысли Солженицына, это какие-то вот умные люди, которые должны к власти прийти. А на что они опираются? Хрен поймешь из текста. Конечно, какая-то определенная политическая форма постепенно будет нами принята. По нашей полной политической неопытности, скорее всего, не сразу удачная, не сразу наиболее приспособленная к потребностям именно нашей страны. Ну, то есть по Солженицыну политическую форму определяют какие-то хотелки и опытность или неопытность, да? То есть, вот тут можно было бы подумать, что гражданин просто дурак, да? Но, к сожалению, так подумать нельзя, потому что Солженицын, он, на секундочку, учился в СССР. Он был отличником в школе, он был отличником в ВУЗе. Он прекрасно знает за марксизм и прекрасно знает, что политические формы растут из экономического базиса. Но он совершенно умышленно здесь все это опускает. Надо искать свой путь. Сейчас у нас самовнушение, что нам никакого собственного пути искать не надо, не надо ни над чем задумываться, только поскорей бы перенять, как это делается на Западе. Вот такое было, да? Было такое. Но на Западе делается еще, ой, как по-разному. У каждой страны своя традиция. Только нам одним не нужно ни оглядываться, ни прислушиваться, что говорили у нас умные люди еще до нашего рождения. Ну, вот тут интересно, да? То есть, Солженицын совершенно правильно говорит, что каждая западная страна, она со своими традициями, и там вот эти политические формы, они бы растали, соответственно, исторически, да? Вот, постепенно складывались. После чего он говорит, что нам надо слушать умных людей, которые что-то там говорили до нашего рождения. Но учитывая, что среди коммуняк для Солженицына умных людей нет, что там сплошь упыри убийцы и кровососы, то есть, это либо люди, которые жили до революции еще, то есть, за сто лет, в совершенно других условиях, вот, либо это инмиграция. Ну, мы увидим дальше, тут будут такие характерные мысли. Вот. А скажем и так, государственное устройство второстепеннее самого воздуха человеческих отношений. При людском благородстве допустим любой добропорядочный строй, при людском озлоблении и шкурничестве невыносимая и самая разливистая демократия. Если в самих людях нет справедливости и честности, то это проявится при любом строе. Ну, соответственно, совершенно идеалистическая картина, что все должны быть хорошими, и тогда любой строй будет хороший. А если все будут плохими, то любой строй будет плохой. Это вот у нас, как бы сказать, великий философ земли русской, да? Мудрец из крепа. Вот говорит нам такие умные вещи. Я не знаю. Такое впечатление, что это вот какой-то вот, знаете, вот первые классы школы, когда вот первоклассники приходят на уроки мира, ну, по крайней мере, раньше так было, я не знаю, как сейчас, вот им говорили, что надо быть хорошими, честными, добрыми, правильными, там, октябрятами, вот, помогать, вот, старшим переводить бабушек через дорогу, и что мы должны, как бы, бороться за то, чтобы у каждого африканского ребенка было по куску хлеба. Вот. Потому что мы хорошие. Ну, вот это вот примерно то же самое. Но такие вещи говорили, извините, в первом-втором классе, а тут, как бы, всемирно известный писатель и нобелевский лауреат. Политическая жизнь совсем не главный вид жизни человека. Политика совсем нежеланное занятие для большинства. Чем размашистей идет в стране политическая жизнь, тем более утрачивается душевная. Политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кроме прав, человек нуждается отстоять душу, освободить ее для жизни, ума и чувств. Ну, то есть, ребят, вы в политику не лезьте, не лезьте в политику. Она как-нибудь сама сложится, да? Вот. Вы лучше о душе думаете, да? Вот. А политикой займутся, ну, какие-нибудь приспособленные для этого люди. Интересная мысль. То есть, это, видимо, вот политикой должны заниматься те, кто строит, вот, там, президентскую вертикаль, вот это вот все. А быдло, оно должно о душе думать. Ну, дальше. Следующий. Ну, то есть, по большому счету, вот, Солженицын сказал, что, вот, надо государственную стройку сменить, но на какой, он не знает. По большому счету, что-то вроде февраля, только с крепкой властью, что-то такой размытый, непонятно как, непонятно на что. Главное думать о душе и быть хорошими. Это все, что Исаевич умеет сказать про политический строй. А сами-то мы каковы? Глава следующая. Источник силы или бессилия общества, духовный уровень жизни, а уже потом уровень промышленности. Молодец. Красавчик. Вот, опять же, я напомню, этот человек в коммунистическом вузе был отличником. Одна рыночная экономика и даже всеобщее изобилие не могут быть венцом человечества. Правильно? Одна экономика не может. Частота общественных отношений основней, чем уровень изобилия. Если в нации иссякли духовные силы, никакое наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасет ее от смерти с гнилым дуплом дерево не стоит. Вот что такое духовные силы нации, я просто тупо не понимаю. Наверное, это понимают какие-то ребята типа нашего любимого, ну, нашего, Исаевича, Путина, вот, любимого философа Ильина. Это вот на него похожи вот такие вот заходы, да? Среди всех возможных побед на первое место все равно выйдет свобода бессовестности, ее ты не запретишь, не предусмотришь никакими законами. Вот, чистая атмосфера общества, увы, не может быть создана юридическими законами. Ну, вот это вот чистая правда. А вот, разрушение наших душ за три четверти столетия, вот что самое страшное. Ну, да, понятно, то есть, мы были светлые ангелы, такие, все честные, замечательные, а потом пришли коммуняки, да, вот, и все это испортили, нагадили нам в души, исковеркали их, и теперь тут вот всякое исковерканное коммунистическим гнетом быдло копошится, да, а всех правильных людей с хорошими генами убили. Ну, это вот эти вот заходы, все в ту сторону идет. А вот, страшно, что развращенный правящий класс, многимиллионная партийная государственная номенклатура, ведь не способна добровольно отказаться ни от какой из захваченных привилегий. Десятилетиями она бессовестно жила за счет народа и хотела бы дальше так. Ну, вот эта вот борьба с привилегиями, это тот лозунг, на котором вылез господин Ельцин. Вот, что из этого получилось, мы, как бы, знаем. Вот, то, какие привилегии вот у развращенного правящего класса есть сейчас, тем ребятам в страшном сне не снились. Вот. А из бывших палачей и гонителей хоть кто-то кто хоть потеснен с должностей. С незаслуженного пенсионного достатка. До смерти кахали мы Молотова, теперь еще и Кагановичей столько неназванных. Ну, вот, на самом деле, я бы не сказал, что пенсия Молотова была незаслуженной. По-моему, Вячеслав Михайлович всю свою жизнь пахал, как проклятый. Вот, у меня создалось такое впечатление из всего, что я знаю об его биографии, то есть, он с ранней молодости и до седых волос просто пахал без продых. И давайте посмотрим на эти привилегии. Вот, это дача Молотова, на которой он жил. Вот так вот Молотов в старости выглядел, одевался, так одевались его родственники, так они выглядели, да? То есть, роскошь неимоверная. Ну, я не знаю, вот, я думаю, что любой партийный чиновник сейчас из Единой России, например, при виде такой дачи просто грохнется в обморок. Да? От роскоши. Вот так вот, да? Внуки одеваются у второго лица в государстве, так, на секундочку, это вот так мы Молотова кахали. Я не знаю, сколько миллионов народных денег вот в это было бухано. Наверное, какой-то большой процент ВВП. В Германии всех таких и куда мельше судили. Ну, имеется в виду Хонекер, которого уже свергли, по-моему, к тому моменту. Вот, у нас же, напротив, они же сегодня грозят судами, а иным и сегодня ставят памятники, как злодеют чекисту Берзину. Мне стало интересно, просто о чем вот конкретно тут говорит Исаевич. Я посмотрел, действительно, есть такой момент. 89-й год, 50-летие Магадана, перед зданием горосполкома установили значит, Берзину, ну, одному из руководителей, естественно, Дальстроя, про него был ролик у Егора Яковлева, поищите в гугле, там, очень просто, по-моему, называется про Дудя и Колыму или что-то вроде этого. В общем, обсуждался фильм Дудя и Егор как раз рассказал про Берзина, что там Берзин делал и так далее и тому подобное. Вот сам памятник выглядит вот так. Вот это вот взбесило Исаевича, ну, его можно понять. Вот, это его такой экзистенциальный брак. Вот. Да где уж нам наказывать государственных преступников, да не дождаться от них и самого малого раскаяния. Да хоть бы они прошли через публичный моральный суд, но видно, поползем и так. Мне вот интересно, кого конкретно имеет в виду здесь Солженицын под государственными преступниками, наверное, руководителей коммунистической партии того периода, то есть конца 80-х. Это у нас кто? Это у нас, например, такой был Михаил Сергеевич Горбачев. И Солж угадал, ползем и так. Горбачев до сих пор цветет и пахнет. И еще такой один был Александр Николаевич Яковлев. К нему тоже никаких претензий не предъявили. Почему-то. Не послушали гения, а жаль. А славные движущие силы гласности и перестройки? Что-то с пунктуацией в этом тексте какая-то беда прямо. Я не знаю, это редактор или это самый Саич вот так вот пишет. Вот как это читать? А, славные движущиеся. Так что в ряду этих модных слов нет слова очищения. И вот в новую гласность кинулись и все грязные уста, которые десятилетиями обслуживали тоталитаризм. Красавчик, вот прям хлестнул так хлестнул. Из каждых четырех трубодуров сегодняшней гласности трое недавних угодников Брежневщины. Да, и кто из них произнес слово собственного раскаяния вместо проклятий безликому застою? Из вузовских гуманитарных кафедр поныне самоуверенно вещают все те же, кто десятилетиями оморачивал студентам сознания. Вот тут почему-то вспоминается Ясин Засурский, который с 67 года сидел деканом жукфака МГУ, по-моему, до 2007 года, а сейчас с Максимом Шевченко и Рыковым пудрит людям мозги новой партии РСПП или как там она называется? Бывшая коммунистическая какая-то партия, основанная масоном Богдановым. А вот десятки тысяч образованцев у нас огрязнены лицемерием, переметчивостью. Молодец! И мы ни от кого не ждем раскаяния и весь этот душевный гной пусть так и тянется за нами в будущее. Да, да, Александр Усайович, пусть так и тянется этот душевный гной за нами в будущее. Ваши вопли про мораль, что надо быть хорошими, а не плохими, вот, очищение, про то, что надо подумать о душе, а вот, не помог, вот эти ваши вопли, они не помогли, плюнули и растерли, а потом поставили вам памятник. Вот. Отушетлительная казарменная дедовщина для наших сыновей, разве это изгладится когда-нибудь с них? Ну, честно скажу, до меня участковый с повесткой не дошел, вот, я дедовщину сам не видел, но я помню, как вокруг нее раздували истерику в СМИ, то есть, я так понимаю, что она была и чуть раньше, и чуть позже, да, и сейчас, я уверен, что что-то есть, вот, периодически проскакивают там новости про то, что кто-то в кого-то опять отстрелялся из автомата, да, по казарме, вот, но вот тогда, в начале девяностых, на эту тему просто была истерика, такая заунывная бой, комитета солдатских матерей и так далее, и тому подобное, вот, а всеобщая озлобленность наших людей друг к другу просто так, ни за что, ну, на тех, кто ни в чем не виноват, да, сейчас, вот, мы стали все добренькие, за то, да, вот, ну, озлобленность, это, как бы, уже начали появляться капиталистические всякие отношения, уже начали делить болот, собственность, постепенно, да, смотреть, у кого какие джинсы, кто какую жвачку жует, вот, соответственно, собственно, к советской идеологии от никакого отношения не имела, это вот было уже как раз веяние нового времени, да и удивляться ли взрыву уголовной преступности среди тех, кому всю жизнь, всю их молодую жизнь были закрыты честные пути, ну, это вот Исаевич еще не видел, что там года через 3-4 наступило, там, ближе к середине 90-х, у него взрыв преступности уже в 89-м, Александр Исаевич, у прежних русских купцов было купеческое слово, сделки заключались без письменных контрактов, христианские представления, исторически известная размашная благотворительность, дождемся ли мы такого атаку, возвращенных в мутном советском подводье, Ну, он, видимо, имеет в виду ребят, типа, Бориса Абрамовича, Березовского, Абрамовича, Ходорковского и всех прочих вот этих ребят, вот, да и вообще всех, кто там начал дербанить буквально уже тогда страну, кто уже вылезал из кооператива постепенно, да, там, переходил с торговлей джинсами и трусами, там, на торговлю компьютерами и так далее, и тому подобное, еще раз рекомендую Роман, Юлия Дубова Большая Пайка, там, вот это вот все замечательно расписано на этот процесс, ссылочка была в одном из предыдущих роликов, ну, а по поводу прежних русских купцов и купеческого слова, ну, это, знаете, такие были честные люди, я просто хочу немножко объяснить, дело в том, что вот купеческое слово, оно хорошо в узкой, закрытой, вот, как бы, касте, да, вот есть купцы, да, у них есть какие-то свои союзы, где все друг друга знают, и так далее, и тому подобное, там действительно могло работать купеческое слово, там нельзя кидать, потому что все друг друга знают, один раз обманешь, там тебе в другой раз не поверят, а вот тех, кто пониже, всяких там, крестьян, там, рабочих, и так далее, и тому подобное, вот их кидать можно, там вот это купеческое слово не стоит ни копейки, потому что, какая разница Западную Германию наполнило облако раскаяния, прежде чем наступил экономический рассвет У нас и не начали раскаиваться У нас надо было всею гласностью нависают гирляндами прежние тяжелые жирные гроздья лжи А мы их как будто не замечаем Кстати, вот из этого растет, знаете, что вот этот тезис Карина Орловой, замечательный, высказанный как-то на эхе Москвы А вот, что надо иллюстрировать всех, кто родился до 79-го года Вот, то есть это вот эти вот гроздья лжи, да, вот то, что вот он говорит, что это перекованные, бывшие Вот, ноги у вот этих всех, у этого желания иллюстрации растут именно из-за лжа Вот, криво же будет наше развитие, вот последний абзац замечательный Хотелось бы подбодриться благодетельными возможностями церкви Увы, даже сегодня, когда уже все в стране пришло в движение Оживление смелости мало коснулось православной иерархии Подождите чуть-чуть, Александр Исайч И это оживление смелости коснется этой иерархии вовсю И в одни всеобщей нищеты надо же отказаться от признаков богатства, которыми соблазняет власть Ага, сейчас Только тогда церковь поможет нам в общественном оздоровлении Когда найдет в себе силы полностью освободиться от иго государства И восстановить ту живую связь с общенародным чувством Которое так ярко светилось в разгаре 17-го года При выборах митрополитов Тихона и Вениамина при созыве церковного собора И ведь бы и теперь по завету Христа пример бесстрашия И не только к государству, но и к обществу И к жгучим бедам дня, и к себе самой воскресительные движения И тут, как во всей остальной жизни, ожидаются и уже начались Снизу от рядового священства, о сплоченных приходов, от самоотверженных прихожан Вот это вот просто класс Я понимаю, конечно, что Солженицын почему-то забыл Весь период существования церкви с Петра I до Николая II И оставил нам только независимую церковь Когда выкинули царский стул из окна в 17-м году И уже там зажигали сами по себе И он почему-то забыл, что главное столкновение церкви с большевиками Было именно на почве лишения церкви собственности государственной То есть церковь большевиков ненавидит именно за это В первую очередь за то, что у них отобрали бабки и собственность То есть у Солжа, ну как и все остальное, да Как и политическая система и экономика Церковь у Солжа, она у него такая виртуальная церковь в вакууме Должна питаться духом святым, да То есть все должны ходить со светлыми лицами И всех учить быть хорошими и правильными И никого никогда не кидать там И не обманывать Ну так не бывает, как мы уже увидели, да Тем более, что церковь православная Она всегда была очень плотно привязана именно к государству Вот, в отличие от католиков, тех же самых, или от протестантов Церковь православная это практически системный государственный институт По крайней мере на протяжении очень долгого времени Но Солж этого ничего не помнит У него вот какая-то вот такая вот церковь Воздушная вся, честная Отказавшаяся от признаков богатства Вот мы сейчас видим этот отказ от признаков богатства Ну, собственно, церковь, которая тоже очень любит Солженицына У нас интересно, сильные миры всего любят Солженицына Они его любят, они ему памятники ставят, они его превозносят Но на его вот эти вот советы, они плюют и растирают Вот, это, по-моему, нехорошо Вот, почему? Вот, хороший же совет, надо отказаться Надо строить на местных священниках На мелких, да, на прихожанах То есть питаться вот на подаяниях Почему нет? Вам, Светоч сказал, скрепа, главное, философ века Нет, нет, ребят, мы будем пробивать законы о возвращении церковного имущества Открывать в храме Христа Спасителя автомойку мытный двор И форцовать свечками Вот так вот сильные миры всего слушают Солженицына Вот, не повезло я Саичу с признанием Ну, а пока все, я думаю, продолжим попозже Вот, живите, не полжи Всем хорошего настроения